В эфире программа «Тема дня» и сегодня у нас в гостях генеральный директор 4-го Одесского международного кинофестиваля Денис Иванов. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Приближается, неуклонно приближается, 4-й Одесский международный кинофестиваль, уже прошла сегодня пресс-конференция. Вы любезно согласились прийти к нам в студию, чтобы ответить на наши любопытствующие вопросы. И начну с места в карьер. Вопрос, который, может быть, остался за кадром, в тени, а нам интересно. Как Одесский международный кинофестиваль позиционирует себя на Западе, за рубежом? Потому что мы знаем, что на Каннском фестивале была вечеринка Одесского международного кинофестиваля. Расскажите об этом, пожалуйста, как можно подробнее. Дело в том, что у фестиваля есть действительно очень много измерений. И тот фасад, на который смотрят на зрителя, красные дорожки, это одно измерение фестиваля. А есть еще деловое измерение фестиваля. И, по сути дела, на Каннском кинорынке мы делаем не презентацию, как бы с красными дорожками, там, где ходят расуфыренные дамы. Не презентацию парадной стороны. Джентльменов, да. Для нас это, по сути дела, способ позвать тех людей, которые делают содержание фестиваля, которые помогают нам готовить именно содержание фестиваля. Скажем, в этом году в Каннах нам, правда, не очень повезло с погодой. То есть нас залил дождь, который начался буквально за 15 минут до нашего коктейля, небольшого, на кинорынке. Но этот формат, он предполагает деловое общение, в принципе. Поэтому у нас были там представители практически всех крупных кинофондов, которые мы планируем в этом году собрать в Одессе на специальную конференцию о практиках финансирования кино. Там был, безусловно, председатель нашего жюри Александр Роднянский, который является нашим соотечественником. Человек, который не просто связан с Украиной, но он еще является крупным голливудским продюсером и российским продюсером. Президентом кинотафра. То есть вот у нас было огромное количество людей, которые представляют различные кинофестивали, являются отборщиками Московского фестиваля, Берлинского кинофестиваля. Потому что мы стараемся привозить эту аудиторию для того, чтобы они посмотрели то новое украинское кино, которое мы показываем в национальном конкурсе, которое мы показываем на Ukrainian Screenings. Мы в этом году сделали специальную программу для одесских кинематографистов. Одесские кинематографисты представляют. И вот, собственно говоря, вот этот профессиональный круг, который всегда стоит за кулисами, который не ходит обычно по красным дорожкам, но который, тем не менее, определяет развитие кинематографа в разных странах и для нашего фестиваля в том числе. Ну и как? Есть интерес? Есть отклик реальный? Вы знаете, интерес очень большой. Во-первых, это, конечно же, магия Одессы. Потому что Одесса – это культовое место абсолютно на всех территориях. Вот с представителем любой территории мы общаемся, мы говорим, Одесса – для всех это как бы у всех романтические глаза, сразу такой взор вычитательный. У всех это у кого? Уточнить. Ну, у французов для них это культовое место, у американцев, потому что все знают о том, что как бы очень много евреев, которые уехали из Одессы, они сели именно в Америке. У людей как бы из Ближнего Востока есть какое-то свое понимание Одессы. Но, в принципе, для всех это как город-мечта. И это, конечно, очень сильно поддерживает и помогает в развитии каких-то вещей, которые мы запланировали на фестивале. То есть мало кто наверняка слышал об украинском кинематографе, но об Одессе слышали многие или все. За последние вот четыре года, за три фестиваля наблюдался такой очень серьезный скачкообразный рост, который было тяжело не заметить. И, по сути дела, всегда фестивали – это некий клуб, ну, то есть с точки зрения зрителя – это хорошие фильмы, большие галопремьеры, которых мы заявили на пресс-конференции, конкурсная программа международная, где их зрители в Одессе определяют, кто победит. А для кинопрофессионалов – это правильный клуб людей, которые должны приехать и после этого уехать как бы немножко другими, с какими-то проектами, которые у них стали получаться, где они нашли партнера. Есть ощущение, что это у вас получалось и в предыдущие годы? Вот, ну, как я сказал, для нас очень важны какие-то факты. Ну, то есть кроме того, что люди должны, там, какие-то кинопенсионеры приехали, как бы, показать себя публике, да, нам очень важно, чтобы было реальное кинопроизводство, да, чтобы оно возвращалось в Одессу, чтобы люди смотрели на украинские проекты, помогали финансировать. И, скажем, в прошлом году на питчинге проектов, это такая презентация, которая происходит в рамках профессиональной секции, Олег Сенцов представил свой фильм «Носорог», который получил впоследствии поддержку фонда, и глава фонда познакомилась с этим проектом именно на Одесском кинофестивале. Никита Михалков, который снимал здесь кино, не так давно закончили съемки, он точно так же приехал на второй Одесский кинофестиваль, просто как почетный гость и вместо Крыма, как бы, переместил производство в Одессу. То есть вот такие вот факты, если их начинать собирать, то есть глобальные, как бы, международные проекты, скажем, победителя, приз за лучшую актерскую работу, мы давали лучшему актерскому ансамблю, Жек Рейнер, он познакомился здесь с девушкой Алиной Шрайбман, которая представляла тоже конкурсный фильм, потом приехал к ней в Лос-Анджелес, она его записала на кастинг фильма «Трансформеры», и теперь он, как бы, живет в Лос-Анджелесе и, собственно говоря, станет звездой следующей франшизы «Трансформеров». Это человек, фактически, из студенческого кино сразу попал, как бы, в кино класса А. Это тоже заслуга фестиваля, но для нас, как бы, важным является вот это вот структурированное общение зрителей с кинематографистами, кинематографистов с кинофондами и так далее. И поэтому здесь очень есть много пересечений, мы все время, как бы, ломаем голову не только о том, что надеть на красную дорожку и кого туда позвать, но наша большая часть времени… Уже в этом вас почти никто не подозревает. Вот, но, как бы, это тоже важно на самом деле, потому что чем дальше мы проводим церемонии красной дорожки, тем больше мы учимся, мы видим, что публика учится, потому что от такой вот безвкусицы, которая там царила, то есть мы видим все больше, как бы, правильное отношение к церемониям в том числе. Ну вот, то есть понимание того, что кинематографисты на церемониях все-таки должны занимать все больше и больше места. Конечно, ну и колоссальное значение имеет приглашенное количество их и качество. Ну, безусловно, здесь мы тоже упираемся в… Все понимают, что есть определенные инфраструктурные сложности, которые там существуют в Одессе. Для проведения такого мероприятия действительно хотелось бы, ну то, чтобы было больше гостиниц, да, чтобы эти гостиницы были не просто надлежащего уровня, здесь с этим проблем нету. Ну вот, но есть проблема с ценовой политикой, особенно во время сезона, потому что, скажу вам так, что в Берлине, в середине, ну как бы в центре Европы, по сути дела, жить в пятизвездочной гостинице дешевле, чем здесь, да, ну то есть во время фестиваля. Мы знаем эту беду, да. Вот, ну, к сожалению, она победима, только как бы все развивается так или иначе достаточно позитивно сейчас в Одессе. Мы надеемся, что вот в 2015-2016 году здесь будет немножко другая ситуация вот с туристической инфраструктурой. Точно так же, как там 10 лет назад было сложно показать Одессу в выгодном свете, потому что не было проведено там каких-то важных реставраций. По сути дела, когда начался Одесский кинофестиваль, этот фасад, как бы, Одесса, он уже, как бы, ну, он сверкал. Действительно было приятно то, что все люди, как бы, поражены тем, что они видят здесь фактически европейский город с очень интересной историей, культурой, с архитектурой. Вы будете показывать в Одессе обладателя Каннской пальмовой ветви. Вы смотрели это кино нашумевшее? Какое ваше впечатление? И когда будет показана жизнь Адели в Одессе? Вы знаете, мы смотрели это кино в Каннах. Это кино, которое меня лично поразило до глубины души, потому что Каннская программа, несмотря на ее такой внешний лоск, там, сверкание больших брендов, тут Мэтт Дэймон, там, Одри Тату, ну, то есть, и все, это все, как бы, пыль такая в глаза, потому что, когда начинаешь смотреть это кино, ты видишь, что очень многое в мире поменялось, и кинематограф стал такой немножко одинаковый, базирующийся на брендах, на каких-то стандартных историях, при том, что даже хорошие, большие режиссеры вроде Гиома Кане или других режиссеров, которые были представлены, чем больше у человека бюджет, тем меньше у него возможности сделать что-то интересное. И вот после целого ряда хороших, выше среднего фильмов, но тем не менее обычных, которые мы, в принципе, можем посмотреть и в кинотеатрах, внезапно появилась, проявилась жизнь Родель, которая сразу, честно говоря, меня вывела, я просто не понимаю, как человек сделал это кино, как, насколько правдоподобно играют актрисы, и несмотря на свой большой экранометраж, там больше трех часов, фильм держит, никто не мог уйти, и на самом деле очень жалко, что все, что известно об этом фильме нашему зрителю, это то, что этот фильм о лесбийской любви. Вот это вот я бы вообще, как бы, эту фразу лесбийская любовь бы вычеркнул, да, и сказал бы, друзья, посмотрите на прекрасное кино, взросление в человеческих отношениях, потому что, собственно говоря, там никакого эпатажа или пропаганды в этом фильме ни в коем случае не планировалось. К сожалению, фильм был показан на Каннском кинофестивале незаконченным, то есть там отсутствовали начальные титры, и практически были недоделаны конечные титры, то есть это кино, и просто режиссер не успел, не успел, как бы, сложить так, как бы ему хотелось. И вот нам подтвердили, что мы этот фильм покажем в Одессе, подтвердили, как бы, непосредственно дистрибьюторы-проказчики, после этого выяснилось, что режиссер сейчас снимает показы на всех фестивалях и собирается этот фильм переделывать. Поэтому для нас это тоже, поверьте, такой большой вызов, мы там спускаемся все глубже по гиперссылкам до непосредственно продюсеров, для того, чтобы показать хотя бы эту Каннскую версию, потому что кино действительно такое, что им хочется делиться, и мы будем стараться показать этот фильм в Одессе, несмотря на все сложности. Денис, действительно, как Вы сказали, и мы это понимаем, фестиваль многовекторный, но один из векторов – это какие-то специальные проекты, их тоже очень-очень много. Давайте на чем-то остановимся в силу ограниченности нашего хронометража. У нас, как я говорил, нам очень важно за то короткое время, которое нам отведено для роста фестиваля, сделать какие-то новые бренды, на которые фестиваль мог бы опереться, и стереть пыль, так скажем, с каких-то старых имен, каких-то старых явлений, которые почему-то подзабыты. Скажем, в этом году на Лонжероновском спуске мы планируем представить картину «Приморский бульвар», то есть это картина, которая исполняется в этом году 25 лет, режиссера Полынникова. И, собственно говоря, мы хотим сделать вот такой вот специальный показ при участии Ольги Кабо, при участии Александра Кузнецова, Полынникова и других-других членов творческой группы, для того, чтобы напомнить о том, что вот в Одессе действительно снималось очень качественно и любимое всеми жанровое кино. С другой стороны, как бы ряд Ады Роговцева, которая была у нас членом ЧИРИ в 2011 году, ну то есть она выпустила книгу своих воспоминаний. И, собственно говоря, презентация этой книги пройдет тоже в Одессе, как бы в один из дней фестиваля. И, конечно же, нам было очень интересно как бы ознакомиться с тем, что у нас пришло более 200 заявок, 240 заявок в украинскую программу, и часть из них пришла из Одессы. И мы с удивлением обнаружили о том, что здесь как бы вот идет, развивается какой-то свой как бы кинопроцесс. И несмотря на то, что только один фильм как бы с одесскими продюсерами попал в украинский национальный конкурс, это фильм «Я не хочу умирать», остальные картины мы как бы выделили в специальную программу, которая называется «Одесские кинематографисты представляют», где мы планируем показать 4 короткометражных работы и 2 полных метра. Денис, у нас на столе стоит главный приз «Золотой дюк». Скажите, пожалуйста, сколько картин будут бороться за «Золотого дюка»? По сути дела, у нас есть 4 «Золотых дюка». Один из них мы вручим Эмиру Кустурице в день открытия фестиваля, потому что Эмир Кустурица получит у нас приз за вклад киноискусства. Главный «Золотой дюк» в международной конкурсной программе будет вручен по итогам зрительского голосования из тех 12 фильмов, которые окажутся в программе. Денис, возьмите, пожалуйста, в руки, чтобы видно было в камеру. Да. И, собственно говоря, один «Золотой дюк» уйдет лучшему украинскому фильму и один «Золотой дюк» уйдет лучшей украинской короткометражке. Все остальные картины, лучший фильм по версии жюри, лучшая актерская работа и лучшая режиссерская работа, они тоже будут награждены дюками, но не «Золотыми». На что бы еще вы хотели обратить внимание той широкой аудитории зрителя, которая смотрит нашу программу? Вы знаете, я действительно очень советую присоединиться к фестивалю, тем более мы стараемся все время упростить эту систему и покупки билетов, и получение аккредитации, чтобы фестивалем было удобно пользоваться. Все-таки выбрать 2-3 фильма в программе и пойти посмотреть и окунуться в фестивальную атмосферу, потому что в отличие от «Кан», где кино смотрят только кинопрофессионалы и специальная привилегированная каста, в Одессе мы это делаем, фестиваль для зрителей, и нам действительно очень хочется делиться. Знаете, в психологии есть такой термин, как бы комплекс разделенного. Вот если мы показываем кино, которое нам самим нравится зрителям, то мы в 2 раза больше получаем сами впечатлений, ну то есть от того же самого фильма. Поэтому нам очень хочется действительно поделиться теми картинами, это и пены «Дни» Мишеля Гандри и другие галопремьеры, которые мы собрали, София Коппола, элитное общество. У нас достаточно большое количество этих премьер, которые вот-вот должны быть показаны. Мы хотели бы, чтобы у нас зрители, обычные люди в Одессе, могли прийти в кинотеатр, купить билет, оказаться внутри самого большого фестиваля постсоветского пространства. И получить возможность увидеть все эти работы. И самый последний вопрос. А лично ваш фильм из всех, которые вошли в программу фестиваля, что вас больше всего затронуло? У меня очень много фильмов затронули, ну то есть я думаю, что где-то половина программы, это то, что я рекомендовал бы своим друзьям, знакомым, родителям. Ну, самым-самым. Да, к сожалению, я могу назвать топ-4. Ну, то есть топ-4, топ-5, которые... Ну, лично мое мнение о том, что вот фильм «Ланчбокс» — это фильм индийский, дебютный фильм, который будет участвовать в главном конкурсе. Это как бы такое кино, которого ты в принципе не ждешь из Индии. Это вот такое кино, которое тебя просто сразу захватывает, уносит, и ты выходишь, когда происходит режим очищения. «Смерть Чарли Кантримена» — это фильм, который мы посмотрели в Берлине, который тоже понравился всем нашим отборщикам. Это такое очень мощное жанровое кино, ну, то есть, где режиссер действительно выложился, ну, то есть, это его дебют, ему хотелось высказаться. И в этом фильме играют потрясающие роли все от Матса Миккельсона до Шая Лабаф, который тоже снялся там недавно в «Трансформерах». Вот, как бы, жизнь Адель, безусловно. Как бы мы надеемся, что мы все-таки добьемся этой картины. Это еще один такой серьезный-серьезный фильм. Гала-премьера, фильм «Элитное общество» Софии Коппола, это то, что нас тоже, скорее всего, не оставит равнодушным, не оставит равнодушным меня, не оставит равнодушным тех людей, которые придут в кинотеатр. Очень много российских фильмов, которые вот мы заявим, они тоже производят такое впечатление серьезное. Фильм «Пусси Райот», опять-таки, мы показываем, единственное, на постсоветском пространстве, пока что делаем такую СНГ-премьеру, фильм «История Пусси Райот», который победил на фестивале в Санденсе. Приедут режиссеры, которые смогут рассказать о съемках этого фильма, потому что это такое кино на злободневную, интересную тематику. Спасибо огромное, Денис. Наша беседа подошла к концу. Успехов лично вам, успехов Одесскому международному кинофестивалю. Всего доброго. Спасибо. До свидания. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был генеральный директор 4-го Одесского международного кинофестиваля Денис Иванов. Денис Иванов. Продолжение следует...